Дорогие друзья, здравствуйте! В прямом эфире «Союз Онлайн» в студии Марина Гранкина. Задуматься о прошлом своей страны, о том, что можно сделать в настоящем, чтобы будущее было светлым, призывает россиян Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». В эти дни в городе Наневе отделение общества при содействии Санкт-Петербургской епархии и Государственного мемориального музея имени Суворова объявляет о старте международного творческого георгиевского конкурса. Подробности знает Анна Шишминцева, ей слово. Аня, здравствуй! Здравствуй, Марина! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Аня, расскажи, пожалуйста, почему конкурс георгиевский? Все очень просто, потому что он посвящен 250-летнему юбилею учреждения Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну а то, о том, что подготовили организаторы для участников, я спрошу сотрудника отдела по взаимоотношениям церкви и общества Ольгу Михайловну Гладко. Ольга Михайловна, добрый день! Добрый день, Анна! Здравствуйте, уважаемые зрители! Расскажите, пожалуйста, об истории проведения георгиевского конкурса. История конкурса пока очень невелика. В этом году мы к 12 сентября, к крестному ходу, подготовили конкурс в честь Святого Александра Невского. И в нем приняло большое количество деток. Этот конкурс проводился именно для детей, для раскрытия их творческого потенциала. И поскольку очень важно, чтобы дети узнавали свою историю, для нас очень важно, чтобы, когда мы находимся на площадке интернета, там были и факты о нашей истории, мы вот тогда решили задумать такой вот конкурс. Нас поддержал комитет по культуре, это несколько епархиальных структур. И награждение состоялось 12 сентября, во время праздничного концерта. Победительницы получили ценные подарки. И дипломы. В этот раз также для привлечения внимания к истории, также для популяризации нашей истории. А Орден Святого Георгия Победоносца – это огромная награда, это честь, это для солдат, для всех людей, которые имеют отношение к военной службе. Это огромное достижение было получить ее. И история этого ордена, она очень сложная, очень интересная. И для меня, пока мы готовили конкурс, готовили положение о конкурсе, было очень интересно узнать много разных фактов. Особенно для мальчиков, конечно, они, наверное, лучше разбираются в этой истории. И 9 декабря, в день Святого Великомученика Георгия, мы проводили, ну, во-первых, мы отслужили панихиду в Казанском соборе, были участники общества «Двуглавый орел», который является организатором и главным инициатором данного конкурса. Нужно сказать, что этот конкурс проводится по благословению правящего архиерея Санкт-Петербургской митрополии «Владыки в Арсенофии». Он поддерживается комитетом по внешним связям, комитетом по культуре Санкт-Петербурга, комиссией общественной палаты по гармонизации межнациональных отношений, а также нашим советом по культуре. Конкурс проводится в сотрудничестве с нашим отделом по взаимоотношениям церкви и общества. И что важно, вот вы спросили, что мы подготовили для участников. Я думаю, что главное, что мы подготовили, это возможность изучить свою историю. Человек, у которого нет своих корней, который их не знает, его легче сбить с толку. И мы сейчас очень много развлечений, очень много всего, что нас отвлекает, но большинство из нас, особенно взрослые, понимают, насколько это всё бренное. А уж зрители телеканала «Союз» тем более. Ольга, расскажите, благодаря каким номинациям можно принять участие, что заявлено? Вы можете написать эссе, можете написать очерк. Это может быть и литературное произведение, посвящённое Георгию Победоносцу, посвящённое членам, посвящённое кавалерам ордена. Всё, что касается тематики конкурса. И до 15 апреля мы принимаем работы. Но это не только литература, это также художественное произведение разной формы. Это могут быть интернет-произведения, так сказать. Это могут быть сайты. Несколько публикаций в ЖЖ. Это могут быть подкасты. То есть современные технологии. Также мы принимаем и видеоролики. В положении подробно расписано, какая должна быть форма подачи материалов. И поскольку статус конкурса в этот раз международный, это первый Георгиевский международный творческий конкурс, то мы принимаем все работы в электронном виде. Все участники также получат электронные сертификаты, а победители получат также ценные призы. Если это будут победители из других стран, то они будут им отправлены туда, с нашей стороны. Вот такая вот у нас. Вы упомянули конкурс, посвященный Александру Невскому. В чем отличие между этими двумя конкурсами? Проще сказать, чем они похожи. И тот, и другой о наших героях. О тех людях, которые защищали наше государство, которые являются до сих пор символами доблести. А отличаются они тем, что если в том конкурсе могли принимать только участие детки и подростки, то сейчас мы приглашаем к участию всех от семи до без ограничений. То есть это могут быть и взрослые, и дети, и оцениваться работы будут в разных категориях возрастных. Как принять участие? Принять участие очень просто. У нас в положении, вот у вас высветится электронный адрес, а также ссылка на сайт. Там есть форма заявки, есть то, что нужно указать. Вы делаете свою творческую работу, после этого отправляете ее по указанному адресу. И интересно, что у нас там порядка пяти разных номинаций, и вы можете поучаствовать в каждой. То есть по одной работе в каждой номинации. И еще этот конкурс индивидуальный. Не принимаются коллективные работы, и плагиат тоже не приветствуется. Спасибо вам большое за информацию. Надеюсь, что она была полезна для наших телезрителей. Марина. Спасибо, Аня. Будем ждать вашего сюжета о результатах конкурса в новостях. А пока к другой теме. Человеческое общение тесно связано с возможностью слышать собеседника. На богослужении в храме мы тоже слышим слова молитв. А вы когда-нибудь задумывались, как молятся на службах люди, у которых нарушен или отсутствует слух? Проблема полноценного участия глухих в богослужении активно решается силами Всероссийского общества глухих, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Координационного центра Русской Православной Церкви по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими. Первая православная община глухих и слабослышащих в России была зарегистрирована в храме Патриаршего подворья Симонова монастыря Москвы в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в 1991 году. Десять лет спустя, в 2001 году, церковное окормление глухих стало развиваться и в Екатеринбурге. Совсем скоро, 19 декабря, свое 15-летие отметит община глухих и слабослышащих в Новосибирске. А сейчас мы увидим сюжет об этом направлении служения в Иксунской епархии. В храме в честь покрова Пресвятой Богородицы города Выксы люди с ограниченными возможностями здоровья могут попасть на инклюзивное богослужение. Для прихожан с проблемами слуха здесь проходят литургии с участием сурдопереводчика. Обязательно переводчик в церковь, потому что я глухие не слышу ни песни, ни слова священника, вообще никого. А переводчик именно переводит эти слова, эти молитвы. Елена Селезнева старается не пропускать особенное богослужение. Приходит в храм, как только узнает, что сурдоперевод будет. Благодаря отцу Антонию и переводчику Юлии Николаевне Егошиной за то, что открыли два года назад это мероприятие, которое стало переводить эти церковные службы. Раньше не было такого, а сейчас уже приятно слушать. Когда видишь такую возможность участия переводчика в литургии, понимаешь, насколько это важно для тех, кто не слышит. Однако перевод с языка богослужения не самое простое дело, даже для специалистов. Здесь много особой лексики. Зависит от переводчика еще, как он преподает это. Бывает жестами, бывает мысленными, потому что есть такое, например, слово, что его жестами никак не заменить, а просто объяснить смысл этого слова. В Покровском храме набираются опыта студенты Лексунского православного духовного училища. Сурдоперевод они выбрали как дополнительную дисциплину для изучения. И уже столкнулись с трудностями объяснения богослужебных слов. Которые требуют не только хорошего знания предмета, но и творческого отношения к нему. Мы хотим поддержать глухих, помочь, чтобы они тоже понимали службу как простой народ. И для этого мы сейчас стремимся ее изучить и показывать все. Мы либо их пишем тактилем, то есть по буквам, либо мы стараемся как-то один раз это написать и придумать новый жест создать. Самая сложность для начинающего это вот проповеди, апостол, перевод и Евангелие. Ну и еще успеваемость за священником. То есть надо улавливать и еще не перепутать самые основные женства. В училище у нас свои богословские предметы и еще вдобавок светские. Владыка решила так, что дополнительные кружки у нас и художественные, там кружок есть и вот краски жесты, язык добавили. И специально нас обучают то, что донести глухим из службы. Сурдопереводчики работают на миссионерской литургии, во время которой священник поясняет прихожанам смысл и содержание отдельных частей богослужения. Нам приходится учитывать следующие моменты. То, что действительно люди пришли, скажем так, с нулевыми понятиями православия, поэтому приходится работать так же, как с маленькими детьми, то есть говорить очень простым и доступным языком. У нас, слава Богу, есть хороший сурдопереводчик Юлия Егошина, она очень хорошо помогает. У нее огромный, в принципе, стаж работы. Мы такие вещи проводим уже неоднократно. Как миссионерские литургии мы совершаем порядка пяти лет. И последние два года у нас такой проект, мы занимаемся еще и сурдопереводом. Это востребовано сейчас, потому что аудитория должна расширяться, Слово Божие должно звучать для всех. И в этом есть и внутренняя необходимость, как таковая в жизни каждого христианина. Это важно, это нужно. Думаю, что это очень перспективное направление, которое впоследствии будет развиваться. Сюда собрались те люди, которым это действительно нужно, действительно это интересно. То есть жаждущие сердцем, пылающим, пылающий духом. Этот храм в микрорайоне Матмос возведен совсем недавно. В церкви два престола. В честь покрова Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Среди святынь копия Гаденовского креста. Это распятие, это копия чудотворного креста Гаденовского, Который был привезен оттуда, из Гаденова. Матушка Евстоль-Ягуменя изготовила специального для нашего храма и подарила. Здесь все сделано в дереве. И мне хотелось, чтобы какое-то было сочетание с Византией, поскольку очень часто я посещал Святой Гору Афон. И вот резчики изготовили, это иконостас. Но вот к Пасхе еще будут дописаны иконы, поскольку мы не успели просто их дописать. Они пишутся и на Пасху, уже здесь иконостас будет полностью смонтирован с иконами до конца. С самого начала строительства здесь думали о безбарьерной среде. Для маломобильных прихожан есть автостоянка, лестничный электроподъемник, санузел со специальным оборудованием. В храме начала работать воскресная школа, на занятия которой собираются люди с особенностями здоровья. Храм построен был специально для людей, которые имеют какие-то определенные, так скажем, которые ограничены в возможности. Было понятно, что храм будет очень высокий, и возник вопрос с подъемником, чтобы поднимать людей к колясочнику. Но Господь всех призывает. А это точно такие же люди, как и мы, которые имеют нужду в общении с Богом, поскольку я имею возможность общаться с людьми, и с глухими, и с глухонемыми, и с людьми-колясочниками, и с ДЦПшниками. Это люди, у которых широкая душа, которые совершенно по-другому умеют общаться, не так, как мы с дорогой. Они совершенно по-другому проявляют свои эмоции, но они так радуются жизни, как, наверное, мы абсолютно здоровы радоваться жизни не можем. Храм доступен для инвалидов на колясках. Есть специальные туалеты, динвалиды в колясках. То есть тут для нас все максимально воспособлено. Заинтересованные прихожане могут следить за информацией о богослужениях на странице храма ВКонтакте и других соцсетях. Помощь людям с ограниченными возможностями в числе приоритетов социального служения в Иксунской епархии. В храмах точно не должно быть дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас должна быть такая система работы с этими людьми. Начиная от доступной среды, ситуационную помощь, и катехизация, и их полноценное участие в богослужении. Сейчас цель такая, чтобы хотя бы один храм в благочине центральной имел возможность принимать людям с ограниченными возможностями здоровья. Прихожанам в разном состоянии здоровья храм необходим одинаково. Это очевидно, как и то, что люди с особенностями должны быть включены в общественную жизнь. К сожалению, сейчас далеко не всюду можно наблюдать обыкновенные человеческие внимания и взаимопомощь. Возможно, церковь – именно то место, в котором вместе с созданием доступной среды может начать изменяться сознание общества. Спасибо коллегам из телестудии «Образ» за этот репортаж. А вам, друзья, спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok